Предприятия городского округа Люберцы проверяют на соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Одна из инспекций прошла на территории индустриального парка в Октябрьском. К вопросу безопасности сотрудников и посетителей там подошли основательно. Подходите, немножко наклоняйтесь, прислоняйтесь. Новая температура. Всё, отходим. И вашу температуру высвечиваю. 36,0. Новое слово в эпидемиологической безопасности. В России дезинфицирующая рамка автоматически измеряет температуру и за считанные секунды обеззараживает одежду, обувь и открытые участки тела. Умный прибор работает здесь уже больше года. По требованиям Роспотребнадзора потоки должны быть разделены. У нас входящие все посетители, сотрудники обязательно проходят через рамку, а выходят через разделительные ограждения. Такие серьёзные меры предприняты неспроста. На территории индустриального парка работает 330 компаний. Штат сотрудников насчитывает более полутора тысяч человек. В каждом отделе позаботились о коллективном иммунитете. В первую волну болели, во вторую, слава богу, нет. А сейчас все сделали прививки. На сегодняшний день 45% сотрудников уже прошли иммунизацию. Для их удобства в зале торгового комплекса работает пункт вакцинации. В 15-м числу мы просто уверены, что будет больше 60%. Но задача меняется и будем стремиться, конечно, к охвату 80-90%, кроме тех, кому будет противопоказано. В целом, пандемия коронавируса никак не отразилась на работе текстильного объединения. Ни в объёме производств, ни в реализации убытков не было. Напротив, в прошлом году компания побила рекорд по продажам. Вот это предприятие, оно на сегодняшний день является градообразующим предприятием в поселке Октябрьский. Когда у нас возник вопрос о масках, о костюмах для врачей, то первый в области, кто начал производить всю необходимую продукцию, материалы, костюмы, первый в области это был Лукьянов Сергей Николаевич. Сейчас ассортимент продукции прежний. Как и в допандемийные времена, здесь производят текстильные принадлежности. За год из-под швейных станков выпускают более 5 миллионов изделий.